Здравия всем желаю! Меня зовут Дима Димов и я автор серии видео, которую мы с каналом Брехня вам представляем. Эти видео уже опубликованы на моем канале, но с учетом того, что господа с YouTube явно объявили моему каналу войну, и с учетом того, что все-таки YouTube это вражеский ресурс, эта серия видео была просмотрена лишь небольшим количеством зрителей, поэтому мы с каналом Брехня решили сделать совместный проект и показать эту серию видео, ну и в дальнейшем, возможно, еще какие-то серии видео, которые я сделал на своем канале, с тем, чтобы охват зрительской аудитории был большим, потому что люди должны понимать, что против нас ведется неприкрытая война, эта война идет со всех сторон и по всем направлениям, в том числе и в историческом направлении, потому что если лишить народ памяти исторической, народ захлюкает, особенно если ему говорить, что ничего в твоей истории не было, кроме как свиней, предков. Я благодарю Романа с канала Брехня, который решил вот таким вот образом принять участие в восстановлении исторической справедливости и предоставил для этого дела свою площадку. Я хочу, чтобы вы понимали, что величие нашей истории заматано тварями, толстым слоем дерьма, и мы не знаем, абсолютно не знаем ничего, что было 150 лет назад. Я не говорю уже о том, что до даты, до дня рассказывают, что было 3000 лет назад. Чушь собачью несут. Но при этом твари во всеуслышании всем на русском языке, не стесняясь, ни в чем себе не отказывая, тюхивают, что русский это плесень, которая вот недавно только появилась на теле земного шара. Итак, мы начинаем. Крымская война произошла 150 с небольшим лет назад. Что мы знаем о ней? По учебникам вроде все знаем. Так ли это? Здравия всем желаю. Ну, ловите от меня еще одну историю. История будет немножко подревнее, чем эта фотография. Потому что эта фотография 1904, а возможно начало 1905 года. И это снято японцами в Порт-Артуре. Что видно на этой фотографии? Ну, во-первых, видна бывшая русская военно-морская база в Порт-Артур. А во-вторых, видны бывшие русские корабли в Порт-Артуре, затопленные в этой военно-морской базе. Докладываю. Это крейсер Паллада. Это броненосец Победа. Это броненосец Ритвизан. Это броненосец Полтава. А вон там дальше броненосец Пересвет. А вот это вот вход в бухту военно-морской базы в Порт-Артуре. К чему я это все так обстоятельно рассказываю? А вот здесь вот начинается Майяйская. И будет она не шибко длинная для затратки. Всматриваемся в следующие фотографии другой военно-морской базы Севастополя, которые сняты буквально через год после окончания Крымской войны. Это Севастопольская бухта. Вот здесь вход в Севастопольскую бухту. Все то же самое. Разрушенные дома бомбардировкой. Опять вход в бухту. Почему я прямо не отвечаю? Чего там не хватает? Но за тем, чтобы вы научились видеть. Видеть сами. Без моей подсказки. На этом доклад закончил. Всем добра. Здравия всем желаю. Вот вам еще одна загадочка. И при этом смотрите динамику. Вот это вот принтскрин, сделанный из Википедии. По этому принтскрину выходит, что Россия потеряла в Крымской войне 522 тысячи погибших, умерших от ран и болезней. Ну а вот вам та же Википедия, только уже 8-ю годами позже. Россия по общим оценкам потеряла 143 тысячи погибших. То есть 522 тысячи погибших, 143 тысячи погибших. Циферка в три раза меньше уже. Правда, в самом низу можно прочитать мелким шрифтом, что по другим оценкам, общее число погибших в войне, включая небоевые потери, составило приблизительно по 250 тысяч со стороны, как России, так и со стороны союзников. Итога полмиллиона. Ну а зачем так делать? Я скажу, зачем так делать. Потому что в 2009 году, или годом раньше, я обнаружил некоторую нестыковочку. И об этом написал в момент. Ну теперь, видите, циферки поменялись, за тем, чтобы мои ручки шаловливые не тянулись, лапать историческую бабу. Вот так вот лапаешь ее, лапаешь, и выясняется, что там силикон, там пушап. А там, глядишь, это вовсе уже даже и не баба, а мужик. Ну а что я обнаружил? Ну давайте смотреть. Подсказочки крымской войны. К нам в Крым приехало 63 тысячи человек. При этом, на тот момент армия России составляла миллион 397 тысяч 178 человек. В результате, Россия отмобилизовала еще миллион рекрутов. Потери России составили 522 тысячи человек. Может кто мне скажет, что такого странного я тут увидел? Ну и ждите моих следующих выпусков про Крымскую войну. На этом доклад закончил. Всем добра. Здравия всем желаю. Вот вам еще одна загадка этой самой Крымской войны в том виде, в котором нам ее втюхивают. Давайте посмотрим состояние Российской армии и количество войск в Российской армии. Списочный состав войск к 1 января 1853 года. Всего войск 1 миллион 365 тысяч 786 человек. Почти все эти войска, они разделялись на 14 корпусов. То есть по 90 тысяч войск в одном корпусе. Забегая вперед, так скажу, что один корпус занимался шамелем на Кавказе. И когда Турция напала на Кавказ, войск на Кавказском направлении наших не было. И поэтому, чтобы отразить нападение Турции на Кавказе, пришлось срочно собирать грузино-армянское ополчение, которое успешно в этих турах било на этом направлении. Один корпус стоял в Сибири. Один корпус стоял в Санкт-Петербурге. Три корпуса стояло на танкоопасном направлении против Пруссии. Ну а остальные корпуса находились на Балканах, Болгарии. Ну а теперь давайте посмотрим, какое количество войск было у Османской империи. 165 тысяч человек. Так пишут. Ну а теперь давайте посмотрим, какая армия была сосредоточена турецкая на Кавказе. Здесь написано 60 тысяч. По другим источникам 100 тысяч человек. Ну это видимо 60 тысяч одним соединением, остальные 40 тысяч располагались в гарнизонах или где-то еще. Ну, коль и пишут 60 тысяч, пусть будет 60 тысяч. Также в начале июля 1854 года союзные войска в составе 40 тысяч французов и 20 тысяч англичан высадились с кораблей подварной. Здесь я эти циферки все зафиксировал. То есть Россия имеет в Болгарии 8 корпусов, по 90 тысяч человек в корпусе. Всего войск 720 тысяч человек. Англичане высадились подварной 60 тысяч человек. Турция всего войск 165 тысяч человек. Из них 60 тысяч находится на Кавказе. Стало быть, если мы отнимем от 165 тысяч на Кавказе, то есть примерно в тех же местах. Силистрия, Шумла, все такое. А теперь внимание на карту. Русские войска, 720 тысяч человек, стоят вот здесь. Против них находятся 100 тысяч турок. Здесь находятся 60 тысяч англо-французов, которые находились в Варне примерно месяца три, как приехали. А идет война. Причем с марта 1854 года вы не найдете сведений о каких-то боевых действиях российской армии против турок такое ощущение, что турок здесь нет вообще. И у меня вопрос. Сначала по туркам. Как сталось так, что вот эти 105 тысяч турок не были сняты, раздавлены и полностью уничтожены 720 тысячами русских войск? И второй вопрос. Как сталось так, с учетом того, что вот эти 105 тысяч турок с 1853 года конца неизвестно, чем занимались на театре, как сталось так, что вот эти 60 тысяч англо-французов не были сброшены в то же самое море, откуда они приплыли семьюстами-двадцатью тысячами русских войск, которые могли им сделать просто пу, чтобы они туда поплыли. Еще раз вопрос. Как случилось так, что русская армия, имеющая перевес один к пяти над войсками союзников, не уничтожила англо-франко-турецкие войска все до единого? Тогда как даже для того, чтобы наступать на окопы с пулеметами при таком количестве, достаточно, вполне достаточно, в половину меньше войск, а не было ни пулеметов, и окопов тоже никто не рыл. И как случилось так, что простояв три месяца в Варне, вот эти вот войска, англо-французские плюс турецкие, шестьдесят три тысячи, снова погрузились на корабли и смогли из-под Варны уехать в Крым. На этом доклад закончил. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok